что-то еще до радустрой приветствуем всех подписчиков нашего канала тем кто строит дома уже живет в домах и готов потратить пару своих драгоценных минут на обзор какого-то оборудования инженерного на отзывы сейчас мы еще приехали к нашему заказчику подписчику нашего канала николаева зовут снять добрый день сняли видео на обзор на печку визьера даже камин да как она называется правильно печь камин документ есть визьера печь камин сейчас про ней рассказать ничего не будем здорово горит мы и пожгли там по всякому помучили сняли отзыв еще тут мы у него николая делали скважину бурили вот и также повесили водопровод до до сделали скважину скважина 30 декабря дождь или до нем скважина там сейчас фонаре от не 3 такого большого она у тебя накрыта ведром 6 скважин ну да скважин там он зачем ты накрыла голову ради герметичный головок там не за этом вот это выход сложный он там этот я че так и ничего не вырезал на него просто ну понятно дожди были тогда я че-то накрыл его это хорошо получилось так сказать до следующего скважина пробурили а септик септик он насыпали немного холодных дал когда дожди пройдут потом весны все это пусть а септик ты заглядывал как-то нормально что-то бурлит там ничего не воняет вот тут и мы сделали фону трубов углу по улицам сделали все нормально там я вот не доделал что касается водопровода тот дом на этих стоит на как ангел свадаях поэтому горячий кабель сделали он у тебя сейчас работает да и он через специальную муфту герметическую входит внутри трубы рекомендуем принципе всем кстати говоря сайте именно такой гречи кабель даже раньше мы ставили вдоль трубы но его потом если он сломается невозможно это наматываешь даже невозможно заменить потом он зеленый закопан это в трубу да да его можно вытянуть и поменял здесь стоит помещение это у меня достаточно компактно и вот тут сколько у меня тут меньше двух метров полтора наверно на метр 70 поэтому были пожелания вместить все вот это вот оборудование в эту комнату как сам узел справились вот банку вверху при прибега давай кстати говоря интересный момент отметим часто вот заказчики уже не первый заказчик который мы помогаем сэкономить там но как минимум тысяч 20 на кессоне то то есть при 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 приезжаем человеку там какому-то говорит обостройте скважину он мы там говорим ему если хотите там мы сделаем адаптер скважины например там оборуд��오 доме но никто и говорит мне это место в доме нет или там например там дом без фундамент но пожалуйста места 2 метра идум без фундаменту да и в чем проблема то есть все буквально-то скважина с адаптером да то вся буквально автоматика вот столько места занимает для скважины вот стоит манометр вот стоит реле вот греющий кабель чтобы под домом не замер он уходит вниз уличные вот это вот вот она сара кран на полив до идет вот он ставит сетчатый фильтр отсюда идет на водонагреватель и бак например вот он сколько у нас там 50 литров до 50 литров бачок у нас вообще к потолку по по сути дела он и в глаза не бросается вот так вот ну вот хорошо встал окно открывается ровно как раз да и поэтому с вами вопрос с местом как бы он не стоит вообще то есть большом счету сделал адаптер и забыл все сделали вот разводку душевая кабина подключаться углу сейчас под нее оставили соответственно уже не доза поставил я сам тасс раковину ребята сделали разводочку утром и подвели дало столько мне было подключить аппаратуру водонагреватель все дима либо делать сразу со сливом и стишка на потом доделал сказал 4 не доделали делал эту штуку удобно кстати чтобы потом поэта до через это не сливали ну не знаю пока не сливали наверно удобно электричество то сам делал туда вот воду ввели мы да вот решительные точные накопительный бачок гидроаккумулятор автоматика водогрейка и на кухню он пошли трубы стену через стену работа насос горячий холодная водичку марш сока прозрачность нальем посмотрим или тебя фильтр достает а он есть какой-то бокал можно его взять здесь вот макдональдс пожалуйста пузырьки воздуха пузырьки воздуха есть а так водичка у нас прозрачненькая вода хорошая вот такой фильтр простой пропускаю там уже сколько я месяца два на пробурили надо скважина на обустроили данное даже и мягкая до получил он через фильтр может он еще убирает через это да но всем конкурса вряд ли фильтр вот такой метр там не вода без примеси тут воздух на слышно отлично артезианская скважина получилась у нас еще можешь в двух словах тогда вскарах и как-то можно сахар реализовать как там работая вот с этим с домиком то много с кем общался со строителями там ничего понравилось у вас подход серьезный сразу смету договор написали посчитали куда особо мои пожелания вы учлили что-то да я хочу например составить договор смету что-то вдруг в процессе что-то я еще захотел уже не помню без проблем всего там чек приложили включить все но мы тебе по-моему ничего не добавляли да как договорились так сделали на как была такая так осталось никаких там больше потом еще чего-нибудь под подкинь до на бензин четко посчитали прикинули договор да да все ну и только мои потом но как-то хотел в общем так все и сделали даже ты хотел чуть-чуть это больше на кисон хотел поставить отговорила вот и про кисон то начал там рассказать я тоже думал кисон может мне нужен потом там уже цена такая приличная за кисон ну конечно он там в районе 30 тысяч там стоит кисона потом установить надо копать там под него на поэтому вроде у меня пока такой домики все там дальше видно будет если будут еще куда-то 5 смотреть ну так все мне все он хотел все так все и сделали да я помню с тобой сначала ты дам это начали переписываться на ю тубе да все началось я по я сделал себе купил этот не уже до начал буквально видео а николай тоже оказался с колонной он купил все этот визьеру ну начали общаться там по печкам потом я говорю 2 к тебе приеду видео сниму да пара печка товарищ на попозже там приезжая пока ты еще ремонт дело а потом этот написал мне на канале да николай хочу себе и скважину делать занимаетесь надо было у меня был колодец на уколоть колодец вода кончилась пузырьки вышли вот вода у нас как слеза скважина у нас 70 метров получилось артезианская здесь подлипка колонийский район ну и вообще водичка очень хорошая мягенькая не артезианская скважина чем отличаются там органики нет внутри то есть почему допустим опасность колодцев пить там жара когда или какие то сейчас вот у нас там актуальная тема вот эти вот помойки разные там то есть грунтовая вода они сообщаются с удобрением может полейки там в колодце пробир про это проливаться ну то что касается артезианки там температура там 35 градусов ну там там органик погибает там нет света там поэтому по крайней мере к делаешь анализ не обязательно уже делать там на всякие бактериальные там и загрязнение все равно лучше сделать вообще как бы там что делать там посмотреть уже быть спокойно ждать в принципе доволен да ну ладно вот один из наших достаточно довольных заказчиков с наступающим на пусть все будет хорошо у нас в россии будет больше таких уютных домов где будут там свои очаги где люди будут здоровыми счастливыми и тогда и потихонечку жизнь наладится может быть и снег даже пойдет всех благ если что пишите обращайтесь там еще раз наступающим компания радостройка вам